В Москве продолжает работу Российская энергетическая неделя. Сегодня программа открыла пленарное заседание. Его основной темой стала роль инфраструктуры в развитии экономики. На месте событий находится моя коллега Александра Суворова. Она с нами на связи. Александра, здравствуйте. Какие тезисы прозвучали на заседании сегодня? Добрый день. Говоря об инфраструктуре, как отметил глава российского Минэнерго, она является драйвером экономического роста и привел пример в цифрах. Так, в мире примерно 3,5% ВВП ежегодно тратится на развитие инфраструктуры. Если говорить в денежном выражении, то это около 3 триллионов долларов. Везде, в каждой стране зависит от объема экономики. И также министры выделили три основных направления развития инфраструктуры. Это транспорт, в том числе и сети. Затем развитие электроэнергетической инфраструктуры. Ну и, конечно, цифровизация. Про энергию говорят, что это кровь организма. Инфраструктура – это скелет, вокруг которого идет развитие, наращивание мышечной массы. То есть любая экономика, она, в принципе, развивается при наличии, при развитии инфраструктуры. И не зря в мире примерно 3,5% ВВП ежегодно тратится на развитие инфраструктуры. Это около 3 триллионов долларов США. Везде по-разному, конечно, и многое зависит от объема экономики. Кроме того, сегодня также глава российского Минэнерго заявил, что для цифровизации рост сетей потребуется порядка 2 триллионов рублей. И отметил также министр, что ежегодно для развития, для вливания средств в инфраструктуру Россети используют на это порядка 350 миллиардов рублей. Они идут на модернизацию сетей, ну и в том числе, конечно, на цифровизацию. Но эта цифра незначительная. И, как отметил министр, за 10 лет уже будут видны приличные изменения. Ну и, кроме того, сегодня сам глава Россети также заявил, что в виде 3 основных направления тоже работы уже непосредственно в своем секторе. В первую очередь это социальная ответственность, затем доступность инфраструктуры и, самое главное, это предсказуемые тарифы, и они также должны быть справедливыми. Безусловно, для того, чтобы не сдерживать и быть понятным контрагентом на рынке, доступность, еще раз хочу отметить. И это важно, особенно для крупных городов. Сегодня уровень урбанизации и так велик в России, а по прогнозам, к 2040 году количество людей, которые будут проживать в городах, еще на 20% прирастет. Поэтому основной упор, опять же, удовлетворение растущих потребностей городов. Сегодня на панельной дискуссии также выступал и глава Сбербанка Герман Греф. Он представил свое исследование, оно касалось текущей ситуации в энергетике. Так он отметил, что сегодня потребление нефти все еще высокое, и падение цен на нефть, конечно, стимулировало рост мирового потребления. Так в прошлом году, привел пример именно на автомобилях, было продано дизельных и автомобилей на бензине 99%. Соответственно, электромашины занимаются всего 1%. И в целом, по исследованию, которое предоставил Сбербанк, сегодня доля нефти в производстве энергии непрерывно сокращается, и частные нефтегазовые компании становятся постепенно энергетическими. Мировой спрос на нефть продолжает расти, и это немножко всех успокаивает. И, в общем, если посмотреть здесь на график цен на нефть и на график роста потребления, то, очевидно, падение цен на нефть простимулировало рост потребления. И мы видим, что в ближайшие годы мы будем видеть еще продолжающийся рост потребления нефти. Но, тем временем, Московская энергетическая неделя продолжает свою работу. Простите, Российская энергетическая неделя. И о самом интересном мы расскажем в следующих прямых повещениях. Коллеги. Спасибо, Александра. Александра Суворова рассказала о Российской энергетической неделе, которая продолжается в Москве. Спасибо.